друзья обычный бесплатный степняк в краснодарском крае все такие водоемы в краснодарском крае по типу кто рано встает тому бог место дает едем смотрим если есть полянка то у нас творится вот такое все дырки в камышах забиты людьми да вот что именно касается бесплатных водоемов и вот это вот вокруг всего водоема где есть поляна вот так где полян нету просто в каждой дырке в камышах сидят рыбаки вот уже много мест освободилось то есть частично народ разъехался вот тут тоже сидели просто плечом к плечу самый обычный степняк клево всем друзья сегодня пасха христос воскрес всех с праздничком друзья я наконец-то вырвался на рыбалку приехал с удочкой с маховой плавочной половить карасика попробовать давно не был все работа не отпускала не мог выскочить но сейчас выскочил надеюсь что-то поймаю погнали ребятки пасха христос воскресить мешаю сегодня с грунтом нашел прикормку зимы лежит у меня брал лещ зимний увлажненная прикормка зимы лежит таки не использовал одну пачку всю стандартный запах зимняя прикормка примерно один к двум с грунтом получится немного мидии прикормка увлажненная уже ждать не надо поэтому можно сразу грунт он влажен чуть-чуть водички него прикормку просеивать не буду ловить буду на поплавок поэтому мне прям идеально и не нужно сама прикормка готовая но без вкусняшки без добавки живого компонента это будет плохо рыбе кушать нечего она на запах будет приходить пытаться что-то выбрать но если не будет ничего действительно и вкусного на просто может уйти поэтому добавлю резаного червя ничего себе червяки толстенные жирнюки летом таких не найдешь летом порой нужен червяк из-за жары он как глист наверное из-за того что червяк крупный возьму всего две баночки черт крупненький чем мельче порезать тем лучше все готово перемешиваем если маловато на этот объем если что еще потом добавлю хоть все прикормка готова может заниматься удочкой легкая 6 метров к ветер спину хотя приехал был справа налево сейчас спина поэтому попробую сначала с вот это вот одна громового поплавка если не получится тогда поставлю что-то более тяжелое у меня тряпичник из веревочки коннектор на большинство китайских удочек поэтому здесь петелька и удавочкой просто накиды готова когда приехал было 12 градусов тепла и ветер справа налево довольно свежо сейчас ветер развернулся так чуть-чуть потеплее стало друзья как всегда при ловле на удочку нужно найти глубину выставить правильно глубину я всегда выставляю глубину первое что ищу это чтобы крючок касался дна мне нужно обязательно и уже от этого я могу плясать поднимать выше ниже чтобы найти для начала я забрасываю точку и смотрю как в воде расположен поплавок когда крючок не касается дна на данный момент он у меня выставлен вот так вся красная тенка черненькая находится в воде теперь моя задача сделать так чтобы поплавок начал тонуть это можно все что угодно кому как я бывало даже просто несколько кукурузин вешал когда ловил на кукурузу сейчас я беру просто обычный груза большой тяжелый груз который легко прицепить легко снять дробинку зажимаю делаю заброс поплавок сразу в тону теперь по чуть-чуть добавляю глубину пока поплавок не выйдет на рабочую глубину как будто он находится без кого-то крючок на дном на самом деле все очень просто легко и точно так поплавок выглядывает полностью и теперь по чуть-чуть уменьшаю глубину капельку меньше 3 сантиметра отлично поплавок вышел на свою глубину выглядывает только красная часть это значит что крючок касается дна все грузила поднятые на дном то есть на данный момент у меня все расположено вот таким образом у у меня есть видео на канале где я эту процедуру показываю прям в аквариуме чтобы было понятно что я делаю можно перейти по ссылке также ссылочку оставлю в описании чтобы посмотреть удобно что я делаю почему и для чего теперь чтобы не потерять вот эту глубину то есть я могу поднять крючок на дном опустить подпаски на дно ну всегда могу вернуться я на удилище маркером по низу поплавка отмечаю все теперь я всегда могу вернуться допустим не будет клевать со дна я возьму крючок подниму 5-10 сантиметров на дном не будет клевать на дном захочу подпаски положить на дно добавлю глубину я всегда знаю в каком положении крючок касается дна и от этого играю основные груза сдвигаю выше сантиметров на 30 оставляю 2 подпаска и чуть-чуть их развожу вот длина поводка у меня вот сам поводок 15 и плюс узелок 16 сантиметров значит на 16 сантиметров мне нужно глубину сделать больше я беру по удочке смотрю и примерно добавляю эти 16 сантиметров все теперь подпасок у меня будет лежать на дне проверяю отлично сейчас поплавок выглядывает буквально вот так вот подпасок лежит на дне 1 теперь можно смело заниматься за кормом заброс положил кормить буду шарами большую часть буду выкидывать сразу оставлю чуть-чуть на подкорм прикормочка влажная специально чтоб шарики были плотные чтоб они дольше лежали как пахнет вообще прикормка запахом шоколада и плюс меня обалденный запах ребят непередаваемый просто шикарный падутся червячки а вот смотрите вот кусочек червячка немного вот вот всего отлично то есть рыбе есть что выбирать долгожданная весна этом году она холодная червяк 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 сейчас конечно вот этим грохотом я все распугаю но минут через двадцать он уже подойдет закорм готов ребят минут 20 и можно закидывать пока чайку попить перекурить подготовиться это для подкорма смотреть от активности бывает рыбку отпугивает через время то есть бывает смотришь активность пола шарик небольшой туда раз и затихла а бывает наоборот приучаешь шарик туда раз он только упала сразу поклевка поэтому все надо пробовать обязательно потому что бывает очень сильно улучшает клев начну с одного опарыша красненького да ветер развернулся полностью приехал справа налево потом спину сейчас слева направо конечно для рыбалки особенно для карася это плохо да для всей рыбы рыба любит постоянство поп-оп-оп-оп на лету перехватила плотва латва на лету перехватила после нереста пока цена и все только только от нерестилась беги то есть и ветер усилиться придется монтаж менять пока половина этот лягушки поют во всю класс долгожданное потепление долго его ждали я такой холодной весны не помню классно обожаю когда вот природа живая живет там кто-то поет там поют птички просто обожаю это так красиво так душе приятно иди сюда 1 небольшой но карасик красавчик еще с икрой три штучки попробую сейчас он только собирается самый ажиотаж будет это нара через часик это его там максимально много соберется как я ребят кайфую я у меня просто нету слов это так классно погодка кайф честно приехал свяжу думал ну что-то будет так себе сейчас начал отеплеть класс видно как работает прикормка пузырьки поднимаются так вот хорошо закормишь и потом видно как карась когда заходит так прикормка работает тут на точке кто то есть шевелит так прикормка работает пузырьки а когда массово заходит карась просто как облако пузырей взлетает иди сюда слегонца приподнимает как я люблю эту рыбу ребят вы даже не представляете кроме того что для меня вкуснее чем карась рыбы нету конечно со мной многие может поспорить но для меня это нечто я если его нажариваю я потрачу полдня на жарку но потом я три дня ем только его дома все что угодно может быть пока карася не съем ничего другого не ем и критически делаю эндзе уже чищенного притопил оба ого-го-го-го-го-го за обогрелся нет в рот в рот уже чищенного порезанного просто в морозилку кидаю так рыбалку долго не ездишь поеду придут до из морозилки достану не то конечно не то уже если пресноводная рыба побывала в морозилке это совершенно не то вот просто но оскомину сбить когда долго не был на рыбалке или долго не ловил карася оскомину сбить это кайф я кайфую я сижу у меня улыбка на лице реально кайф обожаю весну вот именно вот этот период когда еще нету жары и уже потепление когда зелень начинает расти она такая сочно зеленая красивая самый для меня любимый период кабан побольше пока баней притопил повел красиво красавица так и сюда вот это вот он вот это вот ребятки он вот это вот он отлично отлично да поклевки еще не летние нет вот этого подъема поплывка на полметра более такое притопливание в том что поплывок легенький 1 грамм подпаски очень маленький поел 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 ребят смотрите поел 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 иди сюда и красотища красота красавица сам покажу подпаски у меня монтаж с подпасками вот два маханьки зерночка подпаска вот основные груза вот общий вес 1 грамм здесь вообще маханьки монтажи собираю сам как я собираю монтажи можно перейти посмотреть посылки в аквариуме очень подробно красиво рассказываю показываю персик креветка работал сейчас так что заходите смотрите сколько я по этим монтажам наслушался ребят заходят пишут что это только для ловли в аквариуме весь мир ими ловит для кого-то только для ловли в аквариуме я ловлю на них во всех условиях при сильном ветре на течении с перепадами со дна в толще воды да он посложнее да этот монтаж будет посложнее чем гусиное перо и подобные ему поплавки когда тяжелый груз лежит на дне и все горит но зато он в разы чувствительней научиться один раз попробовать понять будешь практически всегда с рыбой оп давай 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 нам красивую поплевку да тут нужно уже удилище получше полегче потому что постоянный контроль снасти петлю постоянно надо убирать давай давай зато рыбалка другая а подниму-ка я сейчас на дном попробую так для этого моя точка что я делаю глубину вернул все это касается крючок дна и теперь еще вот сантиметров на 7 приподнял сейчас у меня крючок будет идти на дном опа а вот походу карасик все-таки ох 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 нифига себе ого ого забавился что ли нет кто это подлещик ничего себе ребята я не знаю что вот такие есть подлещики сколько сколько ловил мелкие представляете а тут такой и на дном не со дна сколько здесь не был но вот таких подлещиков здесь не ловил такой грамм по 200 красавец самое интересное вот так вот на дном со дна стояла тишина поднял на дном и вот этого всадил сюда и так то это карасик да хорошенький карас прикольно рыбка на дном почему-то хороший отличный бедки мне нравится все его со дна пытался ловить он физически опускался и поклевывал походу он на дном тасуется так опустил положил на дно в толще на дном сейчас не хочет зацеп не 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 нифига себе а чуть такое что это за крокодил там забагрился а ребята я даже удержать не могу встану 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 ни хрена себе а ого ого это что было еще и нету начал рот брал походу сазан походу сазан вот это вот периодически походу сазан даже остановить не смог вот это вот он и отгоняет рыбу даже остановить не смог офигеть класс просто пошел 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 сейчас думал зацеп иди сюда ни фига себе что он забагрил что ли сильно 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 активный походу забагрил за жопу за хвост рыбы валом есть поплавок ходит ходономы это поклевка это поклевка это поклевка на червячка именно настоящая карасёвая красивая и хороший добрый карась отлично отчепился так поклевки начались смотрите какие классные давай 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 вот это класс начались нормальные поклевки вот это карась в течение дня по несколько раз меняет свои желания поклевки где как на что какая глубина вот это рыбка вот это я понимаю кайф ну что ребята сейчас расскажу вам немного рыбалки потом покажу улов рыбалка была во как обычно на карасе классная трудовая офигительная и с рыбой первая половина рыбалки даже большая часть рыбалки это была очень очень интересная трудовая как я люблю карась наш зашел на точку очень быстро и начались качели во первых это только красный опарыш то ему 1 по давай то 3 потом началась прыганье по глубинам то брал со дна то брал 5 см то брал вообще в 20 см на дном потом хороший крупный карась просто туда сюда гонял забросил со дна нету поклевок поднял на 5 см поймал нету поклевок поднял на 20 см клюет клюет раз заглох了 опустил на дно и вот так вот туда сюда гонял потом уже во второй половине дня это началась классика карасева это червяк потом чтобы был объемный не маленький кусочек а или целый небольшой червяк или половину огромного червяка что объем был со дна на подъем красивая шикарная карасева я поклевка как мы любим это вау поплывок встал пошел класс тут уже началось такое что карасик надо подождать забросил минутку полторы он клюнул забросил минутка полторы он клюнул ну это такая же пошла классная размеренная рыбалка значит очень капризно был к поводкам идеально 01 012 с натяжкой наклевал крючки можно было ставить от 14 до 10 но крючок должен быть легкий я пробовал ставить тяжелые крючки объедает обсасывает подрыгивает но нету засекания не берет вокруг крючка обсасывать стоит поставить такого же размера но легкий тут же результативная поклевка так что рыбалка была класс а теперь улов ну вот ребят чуть меньше 20 литрового ведра на одну маховую поплавочную удочку во второй половине апреля на пасху еще раз друзья с праздничком вас христос воскрес